Всем привет! Очередное у нас путешествие выходного дня по Латвии И в этот раз мы по традиции едем в Сигулду Почему едем в Сигулду? Потому что это очень близко Буквально один часик, 45 километров И мы уже из шумной столицы выскочили в самое романтическое место Латвии, Сигулда И вот вроде бы ничего необычного Едем мы по традиционной дорожке, по серпантичку, которая ведет вниз Но мы вам покажем принципиально новый маршрут Для кого-то он будет, конечно, исхоженный, а кто-то о нем узнает впервые Ну, по крайней мере, мы так надеемся Отличная просто весенняя погода, как можем видеть Еще все не в Литве И катимся с горочки мы вниз Велосипедистов встречаем Приятная дорожка, можно смотреть по сторонам Недавно была отремонтирована Наверху мы видим наше Ласточкино гнездо Вот там наверху Туда мы съездим как-нибудь в другой раз Там тоже очень интересный маршрут И вот теперь тот самый мостик Если прямо поедешь, то попадешь в Турецкий замок А мы сворачиваем на станцию Макара Там тоже очень живописное место И сегодня у нас будет пешеходная тропа По природным достопримечательствам Видите, замечательный мостик А мы делаем левый поворот И вот мы сделали левый поворот И несемся опять вниз Прикольненькое, красивое место И у нас сейчас весна И полноводная река И поэтому здесь особенно красиво В июле тут так не будет красиво, как весной Проезжаем мимо Тарзан-парка Здесь, конечно же, очень интересно Но мы здесь были сто раз А нам хочется чего-то новенького Чтобы вы понимали, здесь еще есть снег Но это горнолыжные курорты То есть, этот снег искусственный Он насыпной Несмотря на то, что уже весна Но, тем не менее, можно еще покататься на лыжах В какой-то момент Вот это очень позитивненько А мы сейчас едем в дикий маршрут То есть, мы проезжаем вот эту традиционную Тарзан-парк Куда в основном все ездят отдыхать И едем туда, куда не ступала нога человека По левую сторону у нас сейчас будет Бобслейная трасса Вот видим ее, да? Бобслейная трасса чем интересна? Тем, что если мы поднимемся наверх То там будут самые красивые пейзажи Если вам нужно красивые фото Или самое красивое фото Что я был в Сигулде Наверное, надо подниматься на Бобслейную трассу И делать фото все-таки оттуда Она находится у нас по левую сторону Вот, и мы мимо нее проезжаем И движемся вот по такой лесной дороге Дорога эта чем хорошая, чем плохая для пешехода Смотрю, люди все-таки знают про эту дорогу И гуляют даже ножками по ней Но если бы сейчас было грязно Или после дождя То дорога, скажем так, неприятненькая Но я смотрю, мы тут не одни Кто знает этот замечательный маршрут Но если по правде говоря И я этот маршрут уже не помню Я был здесь лет 20, наверное, последний раз По этому маршруту И поэтому для меня это действительно путешествие выходного дня Потому что я здесь вижу то, чего не видел уже лет 20 И интересно посмотреть, в каком сейчас это состояние А направляемся мы в самую большую пещеру Самая большая пещера находится не в Сигулде Там, где уже заезжено, затоптано все туристами Она вот именно вот в этих дебрях Смотрите, как эпично это выглядит То есть вот такой вот густой лесок Но сегодня повезло, сегодня светит солнышко Правда, есть ветерочек Но надеюсь, это нам не помешает Да, машинки там все-таки есть Но смотрите, это опять то место, которое немного людей знает Если мы сейчас пойдем в туристические доступные места Там будут сотни машин Ну а здесь порядка, может, 5-10 машин Установились мы вот такой горочки И смотрим, здесь бегут уже спортсмены Надеюсь, они бегут не побить нас, а просто бегают Так, оставляем мы машину вот в этом пейзажном месте Выглядит, как будто бы это альпийские горки Швейцария Но Сигуду и называют, как бы, местной Швейцарией Да? Вот мы начинаем с нашей Швейцарии Напомню, что весна Сегодня отходится из солнышка Но очень ветрено Вот такая у нас идет ухоженная тропинка Из плюсов то, что здесь есть грязь, вода Но при этом ножки ваши будут сухие и чистенькие И мы движемся дальше Что нас ждет слева? Разлив реки Гауи Это, в принципе, интересная штука Потому что наша задача сегодня путешествие по пешеходным тропам Мы сегодня будем гулять по латвийской Швейцарии А на самом деле это место, чем интересно нам, место для пикников Сюда очень многие люди приезжают шашлычок пожарить Ну, не знаю, как многие Мы сюда приедем шашлычок пожарить Буквально, наверное, недельки через две Я сейчас объясню, почему Посмотрите, мы тут аккуратненько спускаемся И на самом деле, вот все, что мы здесь видим Это место для пикника То есть, вообще-то, вот здесь люди сидят и жарят шашлыки Но поскольку сегодня у нас разлив Гауи Что мы сейчас можем видеть? Можем видеть столик Видите? Здесь лавочки Здесь столик И люди здесь сидят и любуются на природу Вот еще один столик То есть здесь все столики уплыли Вот такое вот явление природы Видите? Столик со стульчиками Место для костра Вот еще один столик Вот еще место для того, чтобы посидеть, отдохнуть У природы нет плохой погоды Очень выглядит красиво Опять, Латвия немноголюдная страна И здесь ты можешь со своей семьей прийти Спокойно, тихо, порелаксировать Сегодня мы смотрим вот на такой пейзаж А через две-три недельки пейзаж поменяется Были мы здесь где-то месяц назад Когда здесь было все снегу И здесь вообще все по-другому То есть локационно для того, чтобы тебе поменять обстановку Не надо уезжать в Швейцарию Надо приехать в Сигулду Только не идти туда, где есть куча кафе И все заточено по туристам А идти вот на такие дикие тропы И одну из них мы вам покажем сегодня А в предыдущем ролике мы рассказывали вам не менее удивительные места А на нашем канале в Ютубе их около сотни Подписываемся, переходим Ну а сейчас пошли гулять Вот гуляем мы вместе с собакой И места мы подбираем так, чтобы мы могли покушать вместе с животными То есть если в какое-то кафе нас не пускают с животными Это не наше кафе Поэтому возможно вы не увидите детальный полный подбор Мы ориентированы на детские эмоции И детские эмоции путешествия с животными Правда, если быть честным Здесь, наверное, уже заканчивается красивая дорожка И начинается настоящая лесная пешеходная тропа Но в принципе даже сейчас самое грязное время Она довольно выглядит прилично Примерно вот такие пейзажи нас ждут То есть это одна из красивейших рек Латвии, Гауя Она очень-очень интересная река Тем, что, понимаете, здесь может быть глубина где-то 4 метра, 6, где-то 50 сантиметров И очень коварная река И здесь мы можем видеть водоповорот То есть что у нас получается? У нас получается, что река течет и здесь делают вот такую петлю И время путешествия, это когда мы путешествуем на байдарках Когда мы здесь ходим на плотах То когда ты попадешь вот в эту точку, тебе будет просто крутить И вырваться из нее довольно будет трудновато А еще бывает в этих местах деревья, которые падают И они иногда вскакивают, иногда опускаются В одном из путешествий нам разорвало лодку таким образом И наше путешествие было закончено Поэтому она красивая и коварная река Смотрите, я просто снимаю на телефон, гуляя А насколько вот пейзажно, смотрите, голубая просто, да, река И несколько видов зеленого цвета Ничего еще цвести не начало Это ранняя-ранняя весна Как выглядит красиво, да? Опять не забываем взять с собой водичку В рюкзачок, чтобы перекусить Потому что это дикие места И здесь очень много вещей Здесь можно встретить, например, замки рыцарские Которых нет в путеводителях Здесь можно встретить какие-то заброшенные дома, строения Здесь очень много чего интересно Я имею в виду национальный парк Гауя Вот, а он, часть его находится в Сигулде Вот, поэтому, когда у нас говорят, что мы поедем в Сигулду Скорее всего, имеют просто обычную Сигулду Где можно покушать в ресторане И сходить в какое-то цивилизованное туристическое место Вот, но иногда, особенно местным жителям Хочется чего-то дикого Поэтому мы выбираем вот такой дикий маршрутик Сейчас, если, может быть, не слышите Слышите, над нами пролетает частный самолет И здесь есть еще авиапутешествие То есть мы можем на легкомонторном самолетике путешествовать О, интересная лестница, гусиный шаг Вот такая прикольненькая По-моему, в Сигулде есть абсолютно все достопримечательности Но сегодня не лишний напомнить, что у нас пешеходная прогулка Рассчитанная на детские эмоции с животными И у нас будет пейзажное наслаждение природы Опять лестница гусиный шаг Мне нравится то, что природа здесь нетронутая То есть неухоженная Если дерево упало, значит она упала Только что-то почистили тропинку Чтобы было более-менее интересно Поэтому ты идешь по настоящей природе Они вылезаны и подготовлены для туриста Вот в этой части видно, как река набирает быстро обороты Здесь она очень бурлящая Сильно выглядит, не будем спускаться к ней Но можно видеть, с какой скоростью просто пролетает вода Красивый маршрут Поют птички Иногда пробегает солнечный лучик В основном мы идем в тени Но опять же, мне здесь нравится сочетание зеленого цвета Зеленого и серого Очень красиво Сейчас мы куда-то попадаем Чуть не упал Вау Вообще какое-то сказочное место Мостики очень цивилизованно сделаны Приятно идти До сих пор мы уже прошли, наверное, полную шуту Мне кажется Ноги не испачкали И нравится, что это Мало посещаемые места Значит, мы увидим то, что не увидят другие И вода? Да Деревцо упало такое Тут вообще раз завалы такие А ты знаешь, что эти мосты, которые излетали И при колесе, которые излетали Все боятся Они думают, что они провалили Ну да, это видно свежее дерево, упавшее После урагана, который был недавно Его почистили Чтобы не мешало людям Вон ручеек бежит в речку Какое-то бесчисленное количество лестниц И мостов Но это сигулская забава Но что интересно, они здесь не крутые То есть в остальной части сигул Они прям очень объемные И очень крутые Здесь все довольно так полого Ландшафт и рельефчик здесь очень приятно Опять лестница Гошустиный шаг И вот куча таких ручейков Которые попадают в речку Гаври И придают ей силу и объем А мы уже поднимаемся вверх Очень красивые деревья Фактурные Единственное, мы идем без учета маршрута Мы точно здесь по этой дороге идем первый раз Сегодня мы хотим посетить еще Канатный мост над Гаври Ну, пешеходный И самую глубокую пещеру в Латвии Она каждый год тоже меняет свой рельеф Надо посмотреть, как она выглядит в этом году Но именно по этой тропинке мы идем первый раз Сейчас мы видим, что мы выходим из леса И сколько-то пройдем просто по полю Такие маленькие ручейки Которые стремятся с горы И в Каую Так, в этой части нам придется выйти все-таки из леса И попасть под небольшой ветерок Зато есть указатель, куда нам идти Сейчас посмотрим Что-то около километра нам идти До нашей пещеры То есть сейчас, да, нам надо пройти один километр Хоть погреемся немножко Выйдем из леса на солнышко Наш охранник И вот то местечко, куда мы движемся Вот здесь такой приятный поворот делает Гаври Напомню, что, ну, наверное, в Латвии нету никого Кто бы не отправлялся в путешествие по этой замечательной реке Она чем интересна? Что она бывает вот такой полноводной На таких поворотах, как сейчас С сумасшедшей скоростью То есть вы можете на плоту, например, жарить шашлычок И просто проноситься вот на таких поворотах Но на следующем повороте, возможно, будет все закидано деревьями И вам придется с этим смириться Следующий поворот, может быть, будет весь в скалах И она каждый раз меняет пейзажи Очень красивая река Вот такой поворотик у нас Классный мостик? Мы вышли на открытую местность И здесь сильный ветерок Но можем почувствовать всю мощь реки Гауи Красиво так закручивает Видите, такие петли, которые она делает И скорость, конечно, сумасшедшая Здесь можно видеть меточки На информацию можно взять карту И желтый, это желтый маршрут, синий То есть вы разбиваете на четыре маршрута Сейчас все маршруты проходят вместе А потом каждый из них разойдется В зависимости от набора достопримечательностей Которые вы хотите увидеть Здесь мы можем видеть вот такие крутые берега То есть вы практически идете по краю обрыва И здесь, да, можно быть аккуратно Не надо подходить к самому краю Видим, что каждый год все-таки немного он усыпается Шли по дороге, увидели, как утка прикалывается Она прыгнула в воду И несется просто с какой-то нереально огромной скоростью Видите? Ну и селезин, да Смотрим, здесь опять резко меняется пейзаж Здесь вообще у природы какие-то нереальные краски Просто что-то нереальное Я не знаю даже, с чем это сравнить Но выглядит это очень круто Прям реально очень круто Хвощ, или как называется это растение Она, по-моему, в Красной книге Но очень инстаграммно, да Поднимается ветерок Но природа как будто бы приглашает нас в свой театр И мы идем И просто обычный маршрут 2 километра Но насколько здесь все меняется Насколько все это интересно Ну, чтобы вы понимали Мы сейчас идем Фактически вокруг нас Красная книга То есть такого количества этого растения Я не знаю, где вы еще где-нибудь видели А здесь его просто немерено И выглядит это ну очень красиво, согласитесь Прям как-то нереально Как в сказку попало Это смотрите, мы шли по горам Потом вышли на равнину А сейчас попали в какую-то такую Реально няшную историю Какое-то буйство красок Если бы еще не было ветра Было бы слышно водопадики Ручейки Все сухо У меня даже обувь не испачкана Ни на сколько Посмотрите, какая приятная дорога Это в основном из-за листвы Вот И смотрите, чтобы мы не заблудились Опять попадаем на эти истории Здесь по-прежнему 4 маршрута по карте У нас нету карты Ее можно получить в информационном центре Но ты выбираешь свой маршрут Это значит, что как минимум существует 4 маршрута Только в эту сторону Это значит, что как минимум будет 4 ролика И 4 путешествия выходного дня Как вам, кстати, такая идея? Отчаялись бы? Повторить наш маршрут Вот это тоже штучка Позитивная вещь То есть, смотрите Вы можете здесь присесть И полюбоваться просто рекой Здесь вы можете пристегнуть своих собак Велосипеды И в это место выкинуть лишний мусор Очень сочное место Чем Латвии интересно? Есть у тебя вот какая-то, не знаю, негативчик? Депрессия Выгорание Просто берешь палки И гуляешь по этому маршруту Как тебе маршрут, кстати, нравится? Да, нравится Мне вот нравится, когда вот это вот все серенькое Осенненькое Еще не благоухающего И разные-разные оттенки зеленого цвета И когда лучики солнышка пробиваются сюда И река, которая постоянно движется И запомните, немноголюдная Латвия А такие маршруты Вы будете практически одни со своей семьей А еще лучше с девушкой Если вы не женаты И у вас нет семьи Доча, смотри Зайчья капуста Ее можно кушать Вот эту штуку Смотри Ты ее срываешь Вот эту вот Глянь Ммм Такая с кислиночкой Попробуй ее На самом деле можно кушать Не знаю Мы в детстве ее очень много кушали Может кто не знает, как она находится Как выглядит вот так Вот это вот Это зайчья капуста Такие многовековые сосенки Не знаю, сколько диаметра Наверное, метр Чуть больше Ну и постепенно мы выходим, наверное, красным скалом В Латвии их называют утесы И выглядят они очень красиво То есть у них очень много, этих утесов И уж не знаю, в каком состоянии сейчас будет Гора Черта Пещера Черта Ну я думаю, что там будет что-то интересное Ну Латвия, она вообще интересная Ну посмотри, как это круто выглядит И ты просто по факту гуляешь по лесу Ну с чем это сравнить? С Японией, с Малайзией С чем? Это очень круто Теперь смотри, что интересно Мы движемся дальше И мы что видим? Как пейзаж опять меняется Если у нас раньше было все оттенки зеленого Потом все оттенки серого Сейчас вот этот непонятный темно-зеленый цвет хвоща И сейчас мы видим красные скалы Какова картинка? Это просто вау! Я так думаю, что это как в театре А теперь занавес и опа! То есть примерно вот так Но что опять же интересно Зона цивилизации То есть смотрите, мы здесь можем сейчас сесть И запикниковать А народу нету То есть вот прямо вот здесь садимся И вот с таким волшебным видом Можем пожарить шашлычок А можем просто помедитировать Просто покайфовать Попали под дождик Есть зонтик, грибочек А вот он вид Смотрим внимательно Утесы Латвии Класс! Шум реки Если вы видите, что вокруг меня никого нету Да, никого нету, мы одни И вот это наше любимое место Когда мы путешествуем Помните, я говорил На плотах в основном Ну, чтобы ленивый отдых Иногда, конечно, на каяках Байдарках И ты проплываешь Вот Можешь коснуться их И ландшафт, картинка меняется Можно просто тихо сидеть И слышать пение птиц Если, может, кто не из Латвии То национальный парк Гауя Это там Вот хочу сказать Тысячи, наверное, гектар Ну да, наверное, тысячи гектар Он очень большой Здесь много мест Вот смотрите Ты можешь жить в Латвии, например, 20 лет Если ты ставишь себе цель Путешествия выходного дня И каждый раз в новое место У тебя это будет новое место Просто надо посидеть Погуглить Поискать где-то форумы А у меня есть оружие У Тимура был скотч А мы нашли ногу палку Склеили их А, понял Нету мне еще пока оружия Вот И идея выходного дня То есть берем семью Берем с собой Что-то для пикника И путешествуем Это каждый раз очень круто выглядит Если ты любишь природу Если ты не любишь экшен Если ты любишь детские глазки Которые Тебе понравилась пещера черта? Да? А в прошлый раз смотришь Мы под скалом лазили И зайца видели, да? Да То есть тебе не нужен зоопарк никакой У тебя есть природный зоопарк Потому что это нормально Что мы здесь гуляем Увидели каких-то оленей, косульей, бобров Зайцев Кого-либо еще угодно Это нормально Когда здесь меняется ландшафт Пейзаж Обстановка Сейчас мы видим Я вижу Вы еще не видите Вантовый мост Вантовый мост Через Гаурио Вот я здесь не был порядка 20 лет Не потому что очень занят А потому что ходил по другим маршрутам То есть я к тому говорю Что можно здесь 20 лет И каждый выходной ездить в новые места Это маленькая Латвия Но в основном это будут природные тропы Так, сейчас мы приходим Вот к такому вантовому мосту Представьте себе Что в лесу Есть вот такой вантовый мост Он очень старый Сейчас посмотрим Может есть информация про него Как я и говорил Здесь у карты написано Что для того Чтобы пройти национальный парк Галвин Он 94 дня То есть в теории Это 94 дня А 94 маршрута Как я и говорил Примерно 20 лет Хватит, чтобы обойти Латвию При условии Если вам нужен не экшен А природа Классная надпись В 79 году был построен дом Вел работы с Курбис Бергвенис А проект это Заветскис и Груберс 79 года Ни разу не ремонтированный мост Круто Да, это действительно мощь Представьте себе Какая была экономика В Советском Союзе Что она могла построить Вот такиенный мост Просто в лесу Для удобства пешеходов В современном Латвии К сожалению Такого себе позволить не может Но здесь свой фитиш Его покачивает Он же на вантах Его шатает И он над самый Быстрый на сегодняшний день Рекой Латвии В этом и есть что-то необычное Ну, очередная эмоция Эмоция выходного дня Которая нам очень нужна Для того, чтобы Как-то эмоционально Снять нагрузочку Получить какой-то кайф Сейчас, наверное, слышите Сильный ветер И красивые весенние пейзажи Природа просыпается Очень скоро у нас будет Много путешествий летних По Латвии И вообще Если ты любишь природу Ну, Латвия Одна из Таких мест Где с экологией Все в порядке И люди здесь добрые Все хорошо Идем по мосту Которому больше, чем 40 лет 50 лет, наверное, уже почти Это мост На память от Советского Союза Нам осталось Вот А теперь представьте Мы поплывем, может быть, на Лига Вот по этой шикарной части И очень красиво здесь Ну, очень красиво Когда ты сплавляешься на плоту И мимо тебя проплывают вот такие пейзажи Собака испугалась идти по мосту такому Ну, то есть, тоже почувствовала какую-то эмоцию Вот сейчас стало солнышко Хоть немножко прогреемся Потому что ветерок был Но мы довольно тепло одеты Потому что только-только первый Первый-первый теплый денечек сегодня Так, дальше попадаем на такой значок Самый большой камень через 3 километра И самая глубокая пещера Где-то с краю Тут нам попадаются уточки К сожалению, нечем их покормить Такой просто огромный гриб на березе Просто какой-то нереально здоровый Чудеса природы Наверное, не знали, но В Латвии есть 2000 деревьев Которые являются памятниками Которые охраняют государство 2000 деревьев В Латвии самый старый дуб И согласно традиции Каждый президент Латвии После избрания должен ехать к этому дубу И отдать дань дереву И наш сегодняшний президент Не поехал к этому дубу И в итоге Самый непопулярный президент У которого, ну вот, все прям не поперло Совпадение ли? Не думаю Идем к печере черта Не факт, конечно, что мы в нее попадем Потому что эта штука вроде бы не совсем безопасная Вот Ну, по крайней мере Попытка не пытка Смотрите, какое гигантское дерево здесь лежит То есть природа нас опять удивляет Просто шедевр какой-то Такое ощущение, что Остановись и посмотри на это Творение природы Это реально красиво Это реально эпично Обалденно Что, давайте немного уделим внимание им Посмотрите, какая красота Да? Это первые уже цветочки, которые выклевываются То есть, если, может быть, на следующие выходные вы пойдете Здесь все будет синий-синий-синий-синий Абсолютно все Природа порадует нас новым редким в природе цветом Королевским Но тут, как обычно, у нас ландшафт меняется И теперь нам придется полазить по горам Ну, немного нагрузки, конечно, не повредит Смотрю на следующую лестницу А она все веселее-веселее Ну, из позитива то, что ты идешь У тебя такой обрыв Сейчас ты видишь немножко другие пейзажи Но приходится подниматься Как нам вот туда попасть, на этот утес Ну, пока непонятно немножко Так, получится ли у нас залезть в нее А это пока под вопросом Мы просто с детьми, поэтому Наверное, так рисковать сильно не будем Но каким-то образом С этой стороны, наверное, кто-то лазит Так, полюбуемся Очень красиво Если бы не дети, конечно, я бы попробовал Ну, нет, попробуем зайти с другой стороны Вообще-то она не для посещения туристами Но всем же хочется залезть внутрь, правда? Еще один подъемчик Опять такие вековые деревья В обходе метра, наверное О, поднялись Ну, тут такие вековые секвои прям Какие-то, да? Тут знак о том, что все-таки нельзя Идти к пещере черта Фу! Ну, тут шикарный вид Посмотрите там на речку Очень красиво И вот такая цивилизованная Тропа вокруг Можно на лавочку посидеть Вид, конечно же, суперский Просто супер, да? Такая высота Да, здесь, как бы, условно говоря Мы идем, как бы, в пещеру черта И она находится у нас под нами Но вид такой, что Не нужна тебе никакая пещера черта Ты просто наслаждаешься Вот этими видами А, все-таки там кто-то да, залез Нет, кто-то там пытается сделать все-таки Классное обход Ну, выглядит очень-очень прикольно То есть, вы стоите на вершине горы Здесь все безопасно Мостики Комфортно И наслаждайтесь Просто шикарными изгибами Реки Гауя Ну, самые смелые Пытаются залезть в пещерку Так, что у нас здесь? Я думаю, что я что-то не то сказал Оказывается, нам 800 метров за пещерой А, 310 Тут каких-то пещер А, нет, до моста 310 И куда? И еще куда-то 30 метров Ну, я почему-то был уверен, что пещера черта Она как раз там и находится Так, здесь есть маршрут Протяженностью 4 или 5 километров в ту сторону Но он нам не очень интересен В принципе, и так ролик получился очень большой Будем заканчивать Начиная с этой точки Есть несколько маршруток Например, вы можете двигаться вдоль Гауи Вы можете пойти к самому высокому камню в Латвии Но надо учитывать, что у нас маленькие дети И может быть, я попробую сейчас один без них залезть в пещеру черта Посмотреть, что там внутри Интересно же И в принципе, мы двигаемся назад Ладно, немножко понарушаем Это же в наших традициях Где мы это делаем? Наверное, вот здесь В принципе, не так страшно Если ты не оступишься Я так думаю Так, ну не так страшно Черт, как его молюют Я спустился Что я убил? Я убил рельсу Здесь такая железнодорожная рельса Наверное, с 30-х годов Видимо, она использовалась как домкратная установка И эту пещеру использовали, может быть, для военных целей Может, для какого-либо хранения Но не суть, важно Главное, что вы крепкие Если физически, в принципе, можете вполне в нее попасть И так, пошлите Вид он, конечно же, на утесе Очень-очень симпатичный И вот не самая все-таки Это большая пещера Опять же, могу что-то путать Может быть, это не пещера черта А какая-то другая пещера Акустика здесь отличная Надпись можно рассматривать Видно вам или нет Вот, 903-го года 14-го 22-го 95-го То есть, получается Довольно интересно Ух, как стремно-то Господи Нифига себе Вот это да То есть, мы начинаем лезть туда У меня нет, к сожалению, фонарика И тут мы видим язык черта Вот он И туда в глубину еще Сколько Ну да Но там уже надо чуть ли не ползти Или лезть на корточках Выглядит это Не очень привлекательно Скажем так Но, тем не менее Мы попали В пещеру черта Что ж, ребятушки Вот он Очередной маршрут Выходного дня И здесь очень красиво Сейчас я опять прервусь Смотрите, какой шикарный орнамент По этим орнаментам Можно читать историю Латвии Ну, потому что Когда ты видишь граффити 901-го года Да, 903-го года 1800-го какого-то года Представляешь, сколько людей здесь было Какой-то кайф Итак, Латвия Самая позитивная страна Евросоюза Латвия Это, в принципе, то место Где Если ты любишь природу Если ты любишь свою семью Если ты ориентирован на детские эмоции То у нас здесь найдется Маршрут выходного дня На каждые выходные С вами был Владимир С очередным маршрутом Если любите Латвию Подписывайтесь на мой канал В Ютубе В Инстаграме В ТикТоке Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok